Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей лекции – основные операторы Java. По плану рассмотрим следующие вопросы – операторы, выключатели, перемены, сравнительные операции, операторы присваивания. Алфавит языка Java состоит из букв, десятичных цифр и специальных символов. Буквами считаются латинские буквы, буквы национальных алфавитов, а также соответствующие им символы, кодируемые управляющими последовательностями. Буквы и цифры можно использовать в качестве идентификаторов, то есть имен переменных методов и других элементов языка программирования. Правда, при использовании в идентификаторах национальных алфавитов в ряде случаев могут возникнуть проблемы. Эти символы будут показываться в виде вопросительных знаков. Как буквы рассматривается только часть символов национальных алфавитов. Остальные символы национальных алфавитов – это специальные символы. Они используются в качестве операторов и разделителей языка Java и не могут входить в состав идентификаторов. Идентификаторами являются следующие. Значит, латинские буквы кода ASK, заглавные буквы, строчные, также дополнительные буквы ASK. Это знак подчеркивания, знак доллара. И далее национальные буквы на примере русского алфавита. Значит, заглавные буквы и строчные буквы русского алфавита. А также десятичные цифры от 0 до 9. Ключевые слова. В языке Java резервированы ключевые слова, которые нельзя использовать в качестве идентификаторов имен, переменных классов и методов. Значит, ключевые слова const и go to зарезервированы, но не используются. При попытке их использовать произойдет ошибка на этапе компиляции. Значит, все остальные ключевые слова вам очень знакомы. Вы, когда программировали на C++, с ними знакомы. Они схожи. Значит, Java является C-подобным языком. И поэтому все ключевые слова, которые использовались на C++, также мы пользуемся и на Java. Управляющие последовательности символы формирования текста. Иногда в тексте программы строковых константов требуется использовать символы, которые обычным образом в текст программы ввести нельзя. Например, символы кавычек, символ вопроса, а также различные специальные символы. В том числе используется управляющая последовательность, символ обратной косой черты, после которой следует один управляющий символ. В следующей таблице приведены управляющие последовательности, применяющиеся в языке Java. Значит, это у нас символ слэш B, значит, возврат на один символ назад, слэш F – перевод на новую строку, N – перевод также на новую строку, R – возврат к началу строки, T – горизонтальная табуляция, B – вертикальная, одинарная кавычка, далее двойные кавычки, обратная косая черта, вопросительный знак, Начало кодировки символа Unicode Управляющие последовательности символа Unicode Управляющая последовательность может содержать несколько символов. Например, символы национальных алфавитов могут кодироваться последовательностью слэш U, после которой идет код символа в шестнадцатеричной кодировке для кодовых таблиц UTF-16 или UTF-8. Тут приведены примеры этих знаков, этих последовательностей. Дальше есть еще простые специальные символы. К ним относятся это оператор сложения, оператор вычистания, умножения, деления, оператор остатка от целочисленного деления, оператор присваивания, оператор побитого дополнения, вопросительный знак, двоеточие, значит, это часть условного оператора, Оператор исключающий или, оператор побитого или, оператор не, больше, меньше, левая фигурная скобка, правая фигурная скобка, запятая, разделитель в списке параметров оператора. Составные специальные символы. Тут приведены символы и что они означают. В правом столбце оператор инкремента, оператор декремента, оператор логической и, оператор логической или, оператор левого побитого сдвига, оператор беззнакового правого побитого сдвига, оператор правого побитого сдвига с сохранением знака, равно, неравно и так далее. Это мы все тоже проходили на курсах C++. Идентификаторы – это имена переменных под программ, функции и других элементов языка программирования. В идентификаторах можно применять только буквы и цифры, причем первая всегда должна быть буква, в том числе символы подчеркивания или доллара. А далее может идти произвольная комбинация букв и цифр. Некоторые символы национальных алфавитов рассматриваются как буквы, и их можно применять в идентификаторах. Но некоторые используются в качестве символов-разделителей, и в идентификаторах их использовать нельзя. Язык ЧАВА является регистрочувствительным. Это значит, что идентификаторы чувствительны к тому, что в каком регистре набираются символы. Операторы имена I, строчные имена, заглавные I, соответствуют разным идентификаторам. Это правило привычно для тех, кто изучал язык C++, но может на первых порах вызвать сложность у тех, кто изучал язык Pascal, который является регистром нечувствительным. Длина идентификатора в Java любая, по крайней мере в пределах разумного. Также даже при длине идентификатора во всю ширину экрана компилятор NetPens правильно работает. Переменные – это именованная ячейка памяти, содержимое которой может изменяться. Перед тем, как использовать какую-либо переменную, она должна быть задана в области программы, в предшествующее место, где эта переменная используется. При объявлении переменной сначала указывается тип переменной, а затем идентификатор, задаваемый переменной. Указание типа позволяет компилятору задавать размер ячейки, а также допустимые правила действий с переменными и значениями этого типа. В Java существует ряд предопределенных типов. Это int – целое число, флуат – вещественное число, булен – логическое значение, обжиг, самый простой объектный тип Java и т.д. Также имеется возможность задавать собственные объектные типы, о чем будет рассказано позже в других лекциях. Объявление переменных A1 и B1, имеющих некий тип MyType1, осуществляется следующим образом. Значит, пишется сначала тип, далее через запятую, значит, мы перечисляем переменные. При этом MyType1 – имя типа этих переменных. Другой пример объявления переменной – Gтипа. Типа int, int G, обязательно после всех объявлений, либо всех операторов мы обязательно должны написать точку запятую. Типы бывают предопределенные и пользовательские. Например, int – предопределенный тип, а MyType1 – пользовательский. Для объявления переменной не требуется никакого зарезервированного слова, а имя типа пишется перед именами, именами задаваемых переменных. Объявление переменных может сопровождаться их инициализацией. Значит, присвоением начальных значений. Приведем примеры такого объявления целочисленных переменных I1 и I2. int I1 равно 5, int I1 равно 72, либо можем написать через разделитель запятой. int I1 равен 5, и 2 равен минус 72. Присвоение вида int I1, I2 равно 5, характерное для оси плюс-плюс, запрещены. После объявления переменных они могут быть использованы в выражениях и присваиваниях. Значит, присваивание имеет следующий формат. Переменное равно значение, переменное равно выражение, переменное 1 равно переменной и т.д. Значит, тут приведен пример I1 равно I2 плюс 5 умноженное на I1. Примитивными типами называются такие, для которых данные содержатся в одной ячейке памяти, и эта ячейка не имеет под ячейки. Ссылочными типами называются такие, для которых и в ячейке памяти содержатся не сами данные, а только адреса этих данных, т.е. ссылки на данные. При присваивании в ссылочную переменную заносится новый адрес, а не сами данные, но непосредственного доступа к адресу, хранящемуся в ссылочных переменах, нет. Это сделано для обеспечения безопасности работы с данными, как с точки зрения устранения преднамеренных ошибок, характерных для работы с данными по их адресам в языках C, C++, Pascal, так и для устранения возможностей намеренного взлома информации. Если ссылочная перемена не присвоена ссылке, в ней хранится нулевой адрес, которому дано символическое имя 0. Ссылки можно присваивать друг другу, если они совместимы по типам, а также присваивать значение 0. При этом из одной ссылочной перемены в другую копируется адрес. Ссылочные перемены можно сравнивать на равенство, в том числе и на равенство 0. При этом сравниваются не данные, а их адреса, хранящиеся в ссылочных переменах. В Java все типы делятся на примитивные и ссылочные. К примитивным относятся предопределенные типы, значит, это целочисленные типы, white, short, int, long, char, типы данных в формате плавающей точки, float, double, а также в углевский, тип болен, и типы перечисления, объявляемые с помощью зарезервированного слова «inu». Все остальные типы Java являются ссылочными. В Java действует следующее соглашение о регистре букв в идентификаторах. Имена примитивных типов следует писать в нижнем регистре, значит, срочными буквами, например, int, float и т.д. Имена ссылочных типов следует начинать с заглавной буквы, а далее для имен состоящих из одного слова писать все остальные буквы в нижнем регистре, например, object, float, collection, enable. Но есть ли имя составное, новая часть имени начинается с заглавной буквы, например, jbutton, gtextfield, geformatted textfield, mytype и т.д. Обратите внимание, что типы float и строчный, и float заглавный, также булен строчный и булен заглавный – это различные. Язык, Java, чувствительный к регистру букв. Для переменных и методов имена, состоящие из одного слова, следует писать в нижнем регистре, например, i, g, object, 1. Если имя составное, новую часть имени начинается с заглавной буквы, myvariable, jbutton, getextfield, 2.gettext, т.д. Имена констант следует писать в верхнем регистре, значит, большими буквами, разделяя входящие в имя составные части с символом подчеркивания, например, double man valui, double max valui и т.д. Символы подчеркивания рекомендуются использовать для разделения составных частей имени только в именах констант и пакетов. Переменная примитивного типа может быть оттожественна с ячейкой, в которой хранятся данные. У нее всегда есть имя. Присваивание переменной примитивного типа меняет значение данных. Для ссылочных переменных действий производится с адресами ячеек, в которых хранятся данные, а не с самими данными. Для чего нужны такие усложнения? Ведь человек гораздо естественнее работать с ячейками памяти, в которых хранятся данные, а не адреса этих данных. Ответ заключается в том, что в программах часто требуются динамически создаваемые и уничтожаемые данные. Для них нельзя заранее создавать необходимое число переменных, так как это число неизвестно на этапе написания программы и зависит от выбора пользователя. Такие данные приходится помещать в динамически создаваемые и уничтожаемые ячейки. А с этими ячейками удается работать только с помощью ссылочных переменных. Ссылочные типы Java используются в объектном программировании, в частности для работы со строками, файлами, элементами пользовательского интерфейса. Все пользовательские типы, кроме типов перечислений, являются ссылочными, в том числе строковые типы. Выводы. Язык Java является регистрочувствительным. Исходные коды программ Java набираются в виде последовательности символов Unicode. Управляющая последовательность применяется в случае, когда требуется использовать символ, который обычным образом в текст программы ввести нельзя. Простая управляющая последовательность начинается с символа Slash, после которого идет управляющий символ. Управляющая последовательность для кодирования символа Unicode начинается с последовательности из двух символов Slash и You, после которой следует 4 цифры номера специального 16-вичной нотации. Специальные символы используются в качестве операторов и разделителей языка Java и не входят в состав идентификаторов. Специальные символы бывают простые и составные. Они используются в операторах для форматирования текста и как разделителей. Идентификаторы – это имена переменных, процедур, функций и т.д. В идентификаторах можно применять только буквы и цифры, причем первая всегда должна быть буква, а далее может быть произвольная комбинация букв и цифр. Длина идентификатора в Java любая. Переменные – это именованная ячейка памяти, содержимое, которое может изменяться. При объявлении переменной сначала указывается тип переменной, а затем идентификатор задаваемой переменной. Типы в Java делятся на примитивные и ссылочные. Существует несколько предопределенных примитивных типов, все остальные – ссылочные. Все пользовательские типы, кроме типов перечислений, являются ссылочными. Значение 0 соответствует ссылочной переменной, которой не назначен адрес ячейки с данными. Спасибо за внимание. Наша сегодняшняя лекция завершилась. Продолжение следует... Продолжение следует...